В этом видео мы с моей подругой-кореянкой сравним два салона. Я проверю салон в Сеуле, а она проверит салон в Москве. Блин, ребят, я вам отвечаю, я в жизни никогда не так сильно не дирижевала из-за маникюра. Это называется Абай. Здесь прям такая, знаете, очень колючая. Я никогда не сидела в бессалюме, больше я попарочистила. Я таких лаков никогда не видела. У нас всегда не должно получать. Я вообще не успевала за тем, как быстро она делала мне маникюр. Всем хай! Недавно я ходила в корейский салон и делала себе маникюр. Я просто не знаю, как начать это видео, потому что мне буквально хочется сказать лишь вам то, что это было очень-очень-очень-очень странно. Если вы вдруг не знали, ну или если вы вдруг знали, то подтвердите эту теорию в комментариях. Вообще к корейскому маникюру отношение, ну, такое себе. В общем-то, я очень много раз слышала слухи о том, что в Корее вообще не умеют делать маникюр. Причем мне говорили об этом мои подруги-кореянки. Кстати, в этом видео я буду не одна. Я решила сделать проверку, так скажем, перекрестную. С одной стороны, я иду в корейский салон маникюра. А с другой стороны, моя подруга-кореянка идет в России делать в России корейский маникюр. Начнем с меня. Давайте посмотрим на мой исходник, так выглядят мои ногти до. И, кстати, мне очень интересно, какой маникюр вам понравится больше, который делают у нас или который делают там. Отдельно, конечно, хочется рассказать о том, насколько здесь вообще все красиво. Это осень, она невероятная, ребят. Камера, она старается передать всю красоту, но, поверьте, это даже на 50% не близко к тому, что ты видишь глазами. Боже, как же просто красиво. Все такое настолько красиво, как будто под фильтром. Но нет, фильтра нету. Просто давайте пару секунд насладимся этой дорогой, потому что, ну что, я просто так ее записывала. А вот вам еще, ну, пару секунд чиловой музыки. Я, честно говоря, даже не знаю, какой мне будут делать маникюр. Потому что я сказала моей подруге, которая кореянка, чтобы она сама мне выбирала маникюр, который, знаете, вот прям вот суперкорейский, чтобы проверить их салоны. Так что я вообще без понятия, что мне будут делать, сколько мне будут делать, сколько это будет стоить. Это просто жесть. Единственное, что я попросила, я попросила, чтобы мне помогли найти салон, в котором мастера хотя бы немного понимают английский. Ну, потому что, естественно, без английского языка это будет абсолютно нереально. Ух, честно говоря, я, по-моему, первый раз везде так сильно нервничаю. И за походу, блин, в этот салон. Так, а вот и мой салон. Я его нашла. Ну что ж, он вроде находится в втором доме. Даже сейчас надо будет проверить. Вот, айгез здесь. Ну, пойдемте. Блин, ребят, я вам отвечаю, в жизни, когда он так сильно не переживал из-за маникюра. Так, там уже сидят люди. Наденем, баем маску. Здесь, кстати, все еще масочный режим. Халло, халло. Я, пожалуйста, я... Я прихожу в маникюрный салон. И первое, что очень сильно отличается от наших салонов, это то, что там обязательно нужно было надеть тапочки. Нужно было переобуться. Ха, переобувание. Салон очень красивый и милый. Есть даже кольцевая лампа, видимо, чтобы в ногти делать. Я прихожу, на что я обратила внимание, не предложили напитки, не предложили чай, не предложили кофе, конфеты, то есть ничего этого не было. Но если это опустить, смотрите, какой красивый салон. Он очень маленький, прям совсем-совсем, но посмотрите, как здесь все продумано. Здесь вам и столики с местом ожидания, большое зеркало, маникюрное-педикюрное место и даже кабинет косметолога. Хотя меня немного смущает, что он просто отделен шторкой. Я не знаю, с точки зрения России, можно ли так делать или нет, поэтому люди, знающие, напишите, но все-таки у нас есть все нормы. Это будет любопытно. А вот как у нас? Значит, что мы с вами видим в салоне? Отдельная зона, где можно посидеть гостям, сразу предлагают чай, кофе, все что угодно, конфетки, шоколадки, можно даже еду заказывать, но вы знаете, как у нас это обычно все выглядит. Много посадочных мест и, в принципе, много мастеров, которые работают с ногтями клиентов. Когда я выбирала салон, в который я отведу Кенху, для меня очень важно было, чтобы там, конечно же, были хорошие отзывы и чтобы там тоже умели работать с корейским типом маникюра. Ну и, собственно, я ее сюда пригласила. Больше всего ее удивило то, что у нас можно постоянно брать чай, кофе, всевозможные зефирки и все это достаточно прикольно выглядит. Такие тоже есть, чай дает. Кенха приехала в салон со своим покрытием. Кстати, обратите внимание на ее ногти. Это ногти, которые она делала в Корее, так что ей предстоит сделать как снятие, так и покрытие, так и дизайн. Это называется Абай? Угу. Не имею ввиду. Кто-то скажет, что самое волшебное время в году это Новый год. Но я бы с этим поспорила. Реально, в лучшем случае, происходит, когда то, о чем ты давно мечтал, внезапно появляется со скидками. Аж до 70%. Да-да, ребятки, та самая грандиозная распродажа на Яндекс.Маркете. Она уже стартует с 23 по 27 ноября. И в эти дни скидки будут до 70% на разные категории товаров. Выбор тут огромный и под любой запрос. Хотите, можете для котиков запас еды купить. Хотите, велодорожку. В общем, все, что вы там когда-то хотели или о чем мечтали, сейчас настали те самые дни, когда вот прям то самое время. В описании я оставляю вам ссылочку. И если вы по ней перейдете, то вы станете еще более счастливым. Потому что акции всегда экономят нам деньги, а это очень приятно. Сажусь, жду. Что мне понравилось, был отдельный стол ожиданий. Я за этим столиком сидела. Там была зарядка для телефона, для айпада, для всего на свете. Можно было там посидеть, подождать. Своей очереди. Здесь можно использовать зарядку и посидеть. Вообще моя запись была назначена на час. Но мастер очень сильно опаздывал. Прошло уже к этому моменту 5 минут, потом 10 минут. Я уже посидела, потерла лицо, поделала фотки, поснимала салон, снова посидела и ждала очереди. Ну, если честно, в конечном итоге меня приняли с опозданием примерно в 20 минут. Вот на часах, вы сейчас можете видеть, 13 минут уже прошло. Наконец-то приняли. Мне начинают делать маникюр. И тут я просто офигеваю. Во-первых, лаки. Я никогда в своей жизни таких лаков не видела. Это вообще новое что-то. Что это за лаки? Что это за фирма? Без понятия. Китайские, корейские, японские, не знаю. Но выглядели просто потрясающе. Но потрясающая красота, это, конечно, очень хорошо. Но нам же главное, что? Чтобы ноготочки сделали классные. Вот так вот выглядит маникюрное место. Значит, здесь лампа. Обратите внимание, что лампы две. Кисточки все. Очень красиво. И вот мы приступаем к маникюру. И, скорее всего, самые внимательные уже сейчас заподозрили что-то неладное. А вот для сравнения, как делают кенхи маникюр в Москве. Ну что, заметили, что происходит? Просто готовьтесь, что информация, которую вы сейчас услышите, она вас максимально шокирует. Потому что, ну... Вы сейчас просто сломаетесь. Готовьтесь. Лиза, посмотри. А почему ты такая красивая? А почему ты такая красивая? Не, я как калмар. Это глупость какая-то. Это кальмар. Это я как калмар. Ты знаешь, как... Это кальмар. Тут носят кальмар. Да. А в Корее не носят претчатки? Реально. Не удивляйтесь моему удивлению. Я это видео с кенхой в Москве год назад записывала. Сама в Корее сейчас нахожусь. Ну, тогда находилась. Сейчас я снова в Москве. Кстати говоря, внезапный такой факт. Когда я была у врача, я об этом писала в моем телеграм-канале, очень многие увидели это в фотографии. Очень многие возмутились в комментариях, типа, какого хрена врач себя голыми руками трогает. Так вот, другая сторона, другие правила. Там это вообще не нужно. Я потом спросила отдельно у кенхи. Она сказала, что в их стране, в принципе, перчатки носят только если врачи взаимодействуют с красной жидкостью, которая вытекает из нашего организма. Понимаете, о чем я? Нельзя просто такие вещи говорить, потому что, как бы, нежно-нежно тут все очень. История о том, как я разочаровала людей. Если вы вдруг видите мои ногти, то нет, это просто обычные черные ногти, а здесь отсутствие одного ногтя. Как же так получилось? Я рассказывала в моем телеграм-канале. Кстати, спойлер, было очень мега больно. Прям вот вообще пипец. А теперь я не знаю, что будет с моим ногтем. Его практически здесь не осталось. Его покрывает вот это вот останки ногтевой пластины, но, в общем, я по-хорошему срезать надо, но я не режу. Возможно, это неправильно с моей стороны. Знаешь, что шокировано было? Она, когда аппарат вот этот? Да, это аппарат. Она снова новый пакет акрила и достала. Да. А у вас не так? Не, вообще. У нас всегда только так. Ну, знаешь, поэтому я думала, что за аппаратом мне надо платить. Она новый акрила, поэтому я думала, за аппаратом не надо. У тебя мужчинку не надо заплачивать. У нас всегда, когда делают маникюр, новые инструменты достают. Никогда не делают. Это новые? Они после очень сильной обработки. То есть их очень сильно обрабатывают в специальном растворе, а потом в специальном аппарате, и только потом приступают к маникюру. И после каждого клиента вещи прям стерилизуют, как у хирургов. Что мне очень сильно понравилось, и что очень сильно удивило Кёнху, это то, что у нас делают маникюр в перчатках. Я уж молчу про ее реакцию на крафт-пакет и чистые инструменты. Сажусь к мастеру, мастер начинает пилить мне ногти, обрабатывать их. Что я заметила? Там не делают аппаратный маникюр, о чем, собственно, Кёнха тоже говорит. Она настолько была удивлена тому, что у нас это делают аппаратом, бафиком, апельсиновой палочкой, что даже переспросила у мастера, собственно, что он делает, потому что была в шоке. В хорошем шоке. Обычно аппарат не делают? Да. Это для чего? Чтобы подвинуть к чайку. А, Ариша, знаешь, что интересно? Что? Она тут тоже снимала, тут тоже убрала. Видишь, у меня тоже везде убрано. У нас вообще не убирают. Не убирают? Вообще нет. То есть у вас вот эта вот кутикула остается? Да, чуть-чуть остается, и тут вообще не трогай. У вас трогай. Тут тоже трогай. Да, чтобы все красиво было. А как в Корее? Они берут щипцы и прям щипцами начинают горить кутикулы. У нас, по-моему, так делали еще лет 10, а то и 15 назад. Ха, когда-то лолд. Это называется, по-моему, обрезной маникюр. Я, кстати, не знаю, до сих пор его практикуют или нет, потому что у меня такое ощущение, что как будто бы это очень редко делают и, в крайнем случае, могут максимум, там, не знаю, заусенец, да, щипчиками подрезать. Короче, я удивилась скорее от того, что Кенха удивилась, что у нас делают все аппаратом, и просто ее лицо, когда ей выбили, или вот здесь вот под кутикулой, вот это вот все, оно было абсолютно непередаваемым. Я так с этого угорала, потому что, ну, понимаете, да, насколько по-разному в каждой стране все делают. А что по времени маникюра? Кенха спросила у своего мастера, сколько будут делать ей маникюр, и она была очень сильно этим шокирована, потому что в Корее делают быстрее. Скорее, наверное? Ну, что, три, там, у меня. А, посмотри. А, три. Я думаю, быстрее, потому что мы быстрее. В общем-то, я тоже спросила, сколько будут делать маникюр мне, и была, мягко говоря, удивлена. Она сказала, что максимум полтора часа. Я такая, я не знаю, какой у меня будет дизайн, но полтора часа, наверное, скорее всего, просто сделать какое-то автонное прозрачное покрытие, может быть, пару стразиков запихарят. Ну, думаю, окей, ладно. Сижу, все, девушка делает мне маникюр, все в целом достаточно мило, никаких проблем нет у нас, мне не больно ни разу, и тут она начинает делать маникюр. И что я удивилась, ну, у нас делают по одному пальцу всегда. Там был какой-то свой странный принцип, когда мы дошли до покрытия, она делала сразу несколько пальцев, то есть там, причем не просто несколько пальцев, а то, от чего я была в полном шоке. Она красила их сначала базой, потом сразу же просушивала вот такой микролампой, потом докрашивала остальные ногти, тоже просушивала микролампой, и только после этого руку нужно было положить в большую лампу, и это было супер быстро. Ребята, я не знаю, по времени это, наверное, минуты три-четыре заняло. Очень быстро было покрытие, сделано базой. Сушиться. Ручку полностью. Ты каждый палец-то делаете? Да, каждый. Почему? А вот так. У нас пять сразу делай. Так неровно получается. У нас всегда неровно получается. Если у нас очень дорого, обычно стоит где-то 100 долларов. Вот так вот, да, по пальчику-по пальчику у нас всегда делают. Я бы в щеке просто. Вот это понимаю, вот всего два с половиной часа. А вы видели маникюр, который я пришла? Ну, конечно. И как вам? Мы хорошо делали или нехорошо делали? Ну, я бы не сказала, что флоуфа, меняйте. Не горячо вам, если горячо, надо достать. Очень тепло. Если будет жечь, сразу вы... Главное, вытаскивай руку. Нельзя, чтобы жгло, если прямо именно жечь будет. Больно. А больно? Если больно, сразу вытаскивай. Нужно, чтобы остыло тогда. А-а-а, понятно. Про дизайн. Когда я записывалась на маникюр, для меня очень важно было, чтобы я не знала, что мне будут делать, потому что я хотела, чтобы это был максимально аутентичный корейский маникюр. Я не хотела приходить туда со своими идеями, я хотела сделать так, как делают там. Поэтому я попросила Кенку, чтобы она сама заранее придумала мне дизайн, отправила его в салон, мне его там подтвердили и мне его сделали. Поэтому, честно говоря, для меня это был тот еще вопрос. Там цвета, мне кажется, выбирают. Мило-то. Я вообще не успевала за тем, как быстро она делала. Мне маникюр, я отвечаю. Я реально отвлекалась на пару секунд. Не могу же я держать камеру все время. И у меня уже половина руки готова. А потом вообще вся рука. И я просто не поняла, насколько так вообще быстро возможно работать. И вроде как это даже выглядит, ну, как будто бы неплохо. Я думала, будет хуже. Руки как на ней синий цветов очень странные. Мы посмотрим, что будет. Пока, если честно, все нормально. Я ожидала, что будет гораздо хуже, потому что отзывы обычно такие прям люто-кринжовые. Ну, или мне повезло. Но хотя бы ничего пока не вечера, поэтому пока не знаю. Хотя ладно, наверное, я поспешила. Знаете, у нас в Корее, если много места, то два мастера одновременно делают. Вот один, вот один. Лево и право. Да? Разные руки, разные. Да. И, конечно, по-другому получается. Ну, естественно, потому что один мастер делаешь по одному, другой по-другому. Кошмар. Да. Знаешь, Настя сделала ногти в Корее, и у нее было неровно. Ну, левые стороны были намного длиннее. Да, и они... Ну, в России обычно регулируют, да? Правая рука и левая рука. В данной ситуации речь идет о том, что у нас, когда делают маникюр, ну, делают одинаковую длину ногтей. А у них нет, потому что обычно это делают два мастера. Собственно, это ответ на вопрос, почему две сушилки. Здесь прям такая, знаете, очень колючая. Прям пипец, пипец. Невозможно. Кёнка же хотела сделать себе дизайн с каким-нибудь милым медведем, тоже в корейском стиле, поэтому мы вместе с мастером обсуждали, что можно приколдесного ей предложить. Тогда давайте, пожалуйста, очень белый медведь. И основа прозрачная, да? Ну, вот здесь без цвета будет. То, что пон. А, пон, да? Да. Или розовый хочешь? О, розовый попробуй, да. Получится... Плотный или прозрачный? Полупрозрачный, давайте. Полупрозрачный, да. И смотрите, вот здесь вот у него лапки, ну, и носик как будто коричневый, а не чёрный. Лапки это что такое? Вот лапки это вот эти. Я думаю, что пусть будет чёрный, наверное. Ты с собой брай. С бежевым или белым, что ли? А какие пятнышки? Ну, вот, вот здесь. А, да, это пусть будет белым, да. Тоже белым? Да, 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 чтобы он однотонный был. Да, о, интересно. Мне начинают делать маникюр. В целом тут нет ничего такого мега интересного, но потом начинается прикол. Она... В Корее есть тренд на так называемый пузатый маникюр, то, что у нас считается полным отстоем, у них считается супертрендом, потому что если ноготь похож на такую капельку объёмную, это прям здорово. И вот смотрите, как, короче, его делают. Берут, послойно наслаивают, собственно, на ноготь много-много гель-лака, сразу его просушивают, и таким образом формируют вот эту вот капельку. И это, блин, так забавно. А ещё смотрите, как мне покрывают глиттерами ноготь. То есть уже на гель-базу наносят отдельно из какой-то баночки вот эти вот блестяхи. И вот что получается. Кстати, как вам такая форма? Что о ней думаете? Потом начинается прикол. Она начинает делать на моих ногтях какие-то фигурки. И она сразу берёт странного формы палочку, которая начинает мне вот так вот светить, и делает, то есть она нанесла лак, посветила, нанесла лак, посветила, нанесла лак, посветила, и так быстро-быстро-быстро-быстро-быстро она стала делать какие-то просто лютые шедевры на моих ногтях. Я, конечно, офигела. Это очень круто. Я тебе тоже покажу, как она выкладывала Там прям, знаешь, вот маленький слой берут Потом промазывают какой-то блестяшкой Потом снова промазывают, потом снова берут Вообще не как у нас делают Просто другая, так сказать, другой принцип Так, я в цепризумного на X6 Так милая Very cute I love it Thank you This place is so cute, oh my god Thank you Если честно, фигурки были настолько крутые Что я вообще не понимаю смысл их делать вручную Если можно просто наклеить Потому что они настолько крутые Что, ну, даже не верится, что это сделано руками Я не знаю, я в замешательстве О, кроме, приближай, смотри на эти щелчки, которые она нарисовала Ой, блин, приближай, не тут Фокус, фокус Подожди Да блин, фокусируйся Я умирала Понимаешь? Что? Это она нарисовала Это рисунок Это правда рисунок? Да Я проверяю Да, это рисунок Это просто пипец Это очень круто Боже мой Трев Да, трев В программе рассмотрелся Это реально очень круто Фигурка, правда, очень красивая, здоровская Но обработка ногтя, конечно, думаю Вы сами видите, комментарии излишние Но вернемся к кенхе К моменту, когда мой маникюр уже был готов Несмотря на то, что мой маникюр был сделан в другом году Кенхе только поступили к покрытию И, если честно, мой маник мне реально сделали быстрее, чем за полтора часа Я вообще не понимаю, как это возможно Ей примерно к двум часам сделали только вот эту базовую подготовку ногтя Ну что ж, давайте посмотрим, что там вообще в целом получится в итоге Посмотрите цвет Как тебе вот этот вот цвет? Вы покрасились? А, да, вижу Показать вам просто розовый Очень нравится Расставим, да? Да, очень нравится Еще маски и перчатки, это удивительно Полностью А теперь внимание, что было в конце После того, как мне сделали маникюр Мастер взяла горячее полотенце И стала горячим полотенцем делать мне массаж Первый раз столкнулась с таким массажем горячим полотенцем По цене Что касается цены, в целом получилось, ну, на самом деле сильно дешевле, чем я думала Я не знаю, сколько бы у нас вышел такой маникюр в хорошем салоне Но там это вышло очень дешево Учитывая, что мне каждая нога делали индивидуальный дизайн Там были какие-то у тебя стразики И было вообще прикольно О, мой бог, выглядит так круто Спасибо большое Я люблю Семьдесят долларов А семьдесят долларов это, типа, сколько рублей получается? Семью-шесть Ну, где-то три пятьсот Нет Что вы понимали, мы в самом центре туристического района Это специализированный салон для англоговорящих Ну, типа, они здесь говорят на английском То есть это считается, типа, ну, выше среднего, наверное Не люкс, но выше среднего И они взяли за ручную работу за все вот это три пятьсот Кенхе маникюр очень понравился Она была мега довольна Она сказала, что это очень мило Ей очень нравится форма И несмотря на то, что маникюр был сделан под корейский Она прям очень была рада тому, что мы с ней сходили на маник Насколько я знаю, она его потом еще очень долго носила Лиса, платье для меня О, спасибо Конечно, а потом уже иначе Классно Такие тоже есть Чай дает, массаж для рук тоже сделали Вау Лиса самая крутая Лис Блин, очень приятно, что Лиса для меня платье как подарок Очень-очень приятно Спасибо тебе Самая-самая крутая Мне очень понравилось Очень-очень нравится Короче, ты прям супер довольна Очень довольна Просто я бы оплачивала 100 долларов за это Серьезно Я дала и за тебя, и за меня 5000 рублей Не поняла Это ты снятие? Тоже? И у меня снятие тоже, да? Вот за все За тебя и за меня я дала 5000 За все То есть за меня и за тебя За твой дизайн Тебе дала Сколько потом сюда и блогера? Нет, они не знают, что я блогер Это просто столько стоит в России Всего 5000, да За нас двоих А, рисунка тоже, да? Да Блин, это невероятно Просто у нас каждый палец стоит 1000 рублей За рисунка 200, 200, 300, 3000, 4000, 5000, 6000 Ну где-то 8000 рублей получается это За это, блин Подводя итог, скажу то, что с этим маникюром я отходила Ну примерно дней 20 Он пережил дичайшую травму И все с ним было хорошо Я еле его потом отодрала И сняла его только по той причине Потому что, ну, у меня уже достаточно сильно отрос И я хотела сделать обычные черные ногти В общем-то, это вся история Так что напишите, какой маникюр вам нравится больше Корейский или русский И я вас люблю, целую И да, кстати, видео про салон красоты Я уже снимала Обязательно его посмотрите Там даже была клизма Боже, как прекрасно, когда тебе на нос творят селфер свет Ну здравствуйте Это что такое вообще? Сейчас сказали, что на лице у нас специальный пэт Который делает люто, лифтенько Если вдруг у меня сейчас никогда высохнет, что это добро Что я не удивлялась